Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Какие русские имена и фамилии считались низшего сорта?» У русской элиты, князей, дворян и прочих помещиков был свой особый мирок, в котором чтились собственные традиции и обычаи. И эта обособленность от остальных сословий проявлялась также в том, как дворяне называли своих детей и какие у них были фамилии. И часто те имена, которые встречались через одного в крестьянской среде, были неприемлемы для аристократии. Что касается фамилий, то изначально у жителей Руси вообще их не было. Были определенные названия родов, но, как таковые, фамилии появились достаточно поздно. Первыми людьми, которые стали присваивать детям не только имена, но и фамилии, стали новгородцы, перенявшие этот обычай у литовцев. А насчет того, когда фамилии поделились на благородные и низшего сорта, у историков разные мнения, так как среди простолюдинов официальные фамилии стали появляться только к концу 19 века. Но и среди дворянских отпрысков тоже встречались неблагородные фамилии. К тому же, случаи незаконного рождения детей были довольно частыми, и им давали другую фамилию, подчеркивающую происхождение. Итак, начнем с русских имен. После крещения Руси появилась практика давать детям два имени. Употреблявшиеся в кругу родных, друзей, знакомых и другое, значившееся в документах, христианское. Первое, языческое, было более привычное для того времени. Второе же, своего рода официальное, которое озвучивали при свершении церковных таинств, во время крещения, навенчания и отпевания его хозяина. Но языческими именами на Руси стали называть все реже и реже. Они уходили в прошлое. Ростиславы, Любомиры, Бориславы постепенно исчезли. Дворянство так вообще стало предпочитать только христианские имена. Алексей, Василий, Сергей, Владимир и прочие. Потому отпрыски дворян стали получать только одно имя. Более того, в знатной среде языческое имя превратилось в признак простолюдина. Обладание только одним именем, христианским, показывало, что человек принадлежал к высшему сословию, но не всегда. Например, по утверждению аноматолога Максимова, если судить по берестяным грамотам, найденным в Новгороде, среди горожан, в том числе и незнатного происхождения, к 15 веку уже преобладали христианские имена. И именно там, как мы уже говорили ранее, впервые стали распространяться фамилии. В летописях упоминаются такие интересные фамилии, как Лугатинец, Пенишинич и Нездылов. Как известно, Русь провела более 300 лет под игом монголо-татарских племен. Разумеется, этот факт повлиял не только на название разных мест, появление в русском языке тюркских слов, но и на то, что в нашем генофонде возникло много тюркских имен и фамилий. Но поначалу называть ребенка в русской семье тюркскими именами запрещалось, особенно у дворян. Другое дело фамилии. К примеру, всем известные князья Юсуповы сохранили фамилию, образованную от имени своего основателя. Тем не менее, помимо того самого основателя и его сына, среди Юсуповых уже не было ни одного представителя, носившего тюркское имя. Таким образом, строго под запретом у дворян были такие имена, как Азамат, Чингис, Шакар, Гули и прочие. Филолог Юрий Карпенко в своем сборнике «Русская аномастика» указывал, что такие имена у русского народа воспринимались как прямой намек на проботителей. Для дворянского сословия, как правящего класса, это было психологически неприемлемым. Долгие годы, вплоть до Петровских реформ, население Руси пользовалось одними и теми же именами, как среди дворянского сословия, так и для простолюдинов. Однако, когда в Россию проникла западная культура, то и имена стали делиться на простонародные и аристократические. А знать, ставшая цивилизованной, наложила табу на такие традиционные русские имена, как Глеб, Архип, Антип, Елисей, Лукьян, Ермолай, Кузьма, Леонтий, Тимофей. Среди дворянок очень редко можно было встретить женщин по имени Агафия, Аксинья, Василиса, Просковья, Ефросинья, Анфиса и Алена. Имя того или иного человека было показателем сословия. И сменив статус, люди могли поменять и неподобающее имя. Например, в повести «Угол» у Надежды Дуровой описан случай, когда дочка купца Фатиньи Федулова вышла замуж за дворянина и стала именоваться Фани. Когда мещанки и купчихи переходили в более высокие слои общества, они сразу же старались избавиться от своих неблагородных имен. Таким образом, акулины становились Александрами, Просковья, Полинами и так далее. Яркий пример цивилизации среди имен – князья Долгоруковы, один из древнейших родов в России, который можно проследить чуть ли не до 15 века. Так вот, исследователи изучили имена, которые Долгоруковы давали своим отпрыскам. Это исследование можно посмотреть в книге Петрова «История родов русского дворянства». Выяснилось, что в допетровские времена Долгоруковы тоже называли детей традиционными именами. Были у них и Просковьи, и Глебы. Но с 18 века подобные имена полностью исчезли, и дети Долгоруковых звались с тех пор Михаилами, Александрами, Николаями, Сергеями, Мариями, Ольгами, Екатеринами и Еленами. Такие имена, как Юрий, Владимир, Петр, встречались очень редко. А Глебом, Митрофаном и прочими простыми именами Долгоруковы уже никого не называли. Варвара в их роду использовалась крайне редко, а Авдотья, Матрёна и тому подобные имена совсем не встречались. Теперь обратимся к фамилиям, которые считались приличными и неприличными. Стоит сразу сказать, что обычай жителей Новгорода давать не только имена, но и фамилии гражданам на остальной территории Руси не прижился. Поэтому отдельные фамилии стали появляться в обиходе лишь спустя два века, и то только у бояр и воевод. А в народе фамилии так вообще появились только после отмены крепостного права. До этого люди были безфамильными, обходились прозвищами или именами отцов и дедов. Например, Иванов сын или Алексеев внук и тому подобное. Возьмем для примера царский род Романовых. Их фамилия произошла от имени Роман, которая носил воевода Роман Юрьевич Захарьин Кошкин. Он приходился отцом Анастасии, бывшей первую женою Ивана Грозного. То есть у Романа была фамилия Кошкин, и у его отца тоже. А вот за двумя дочками и тремя сыновьями Романа закрепилась фамилия Романовы. Один из сыновей Романа, Никита, приходится родным дедам Михаилу Федоровичу, первому царю династии Романовых. В общем, фамилии были только у благородных, а у простолюдинов встречались крайне редко. Однако в 1888 году Сенат издал указ, по которому каждый житель Российской империи обязательно должен получить фамилию. Указ вроде бы исполняли, но через 9 лет, когда провели перепись населения, оказалось, что 75% жителей империи фамилий по-прежнему не имеют. Правда, большая часть безфамильных людей проживала на окраинах страны, и они были других национальностей. В итоге присвоить фамилии абсолютно всем жителям России удалось лишь после образования СССР в 1930-е годы. Забавные фамилии, а порой и унизительные, на Руси встречались достаточно часто, даже среди благородного сословия. Вот, например, Кошкин, Трусов, Дурасов, Обломов – это все дворяне. Среди крестьян были такие, как Босяк, Босяков, Лентяев, Пакостин, Объедкин, Паскудин. А среди казачества встречались вообще непотребные – Дристунов, Нитудахата, Пердяев, Сухозад или Махножопкин. Обо всех подобных фамилиях пишет исследователь Корягин в своей книге «Генеалогия и семейная история донского казачества». Современному человеку сложно понять, как же человек, который имел возможность выбрать себе фамилию, соглашался взять такую неблагозвучную, как, например, Махножопкин. Однако на то есть логичное объяснение. В нашей стране, где сильно переплетаются христианство и язычество, до сих пор верят в приметы и обычаи. Вот одна из таких примет была такая – человек должен был носить ничтожное имя, чтобы на него не обращали внимание злые духи. А так как имена давно уже давались христианские, то этот обычай применили и на фамилии. Также смешные фамилии давали для того, чтобы носителю не завидовали, сглаза не было и так далее. А еще крестьяне проводили своеобразную профилактику возможных грехов с помощью фамилий, надеясь, что ребенок с фамилией Лентяев станет трудолюбивым, блудов – верным, дураков – умным. С низкосортными фамилиями в Российской империи даже бороться пытались. В 1825 году царь издал указ о замене непристойных фамилий у нижних чинов, обязательной для тех, кто служил в императорской армии. Но все равно в России по-прежнему проживали Пукины, Стручкины, Пыси, Гниды и подобные товарищи. В самую последнюю очередь фамилией обзаводились православные священнослужители, им давали фамилию после семинарии. И чем выше была успеваемость семинариста, тем благозвучнее ему доставалась фамилия – Успенский, Троицкий, Никольский, Благовещенский. После Петровских реформ, когда на Русь напала иностранщина, некоторые умудрялись переиначить и свои фамилии. Так Бобров становился Кастерским – Кастер с латинского языка означает «бобер», Орлов – Аквилевым, а Скворцов – Стурницким. Особо нужно отметить фамилии, которые давали внебрачным детям. Неприязнь к детям, рожденным без венчания, появилась с подачи православной церкви. Особенно сильно это стало проявляться с 16 века, когда духовенство не стало крестить младенцев, у которых была только мать. Вырастая, незаконорожденные юноши считались запятнанными церковью, и если они хотели посвятить себя Богу, то их не допускали к священническому сану. Девушкам тоже доставалось. Их батюшки не рассматривали в качестве невест и не допускали довенчания в церкви. Но в 18 веке незаконорожденных стало больше. В первую очередь это связано с тем, что тогда в России была создана регулярная армия. Молодые солдаты служили там 25 лет, и некоторые успевали до армии обвенчаться. Но зря, потому что их жены проводили свои лучшие годы в одиночестве, ведь супруга отпускали только на короткую побывку. Часто случалось, что уже седой солдат приезжал домой только через 25 лет. А там у жены жил-поживал чей-то незаконный ребенок, а то и не один. В небрачные дети простолюдинов фамилии не получали. У них были только клички, часто нелицеприятные. Кличку записывали в официальный документ. Больше всего встречались такие клички, как Выблюнок, Байстрюк, Выплыш, Безбатьковщина, Зауголок, Беспуток, Выблюнок, Курвач, Выгунок, Замарыш, Выпороток, Капустник, Выстирок, Закрапивник, Курвенок, Марыш, Выбледок и прочие неприятные прозвища. В некоторых семьях ребенок рос с матерью и неродным отцом. Таких детей считали чужими наполовину, потому нормального отчества они тоже не получали. Пасынков и падчериц записывали в метриках, как половинкиных. Встречались такие записи, как сын Полуаны, дочь Полуустиньи. Со временем клички превращались в фамилии. Полуанин, Полунадеждин, Полутамарин. В некоторых случаях записывали девичью фамилию матери или крестного. Но эти дети все равно были половинками. В результате получались такие фамилии, как Полуэктов, Полустроев, Полукроев, Полудуров и подобные. В дворянских семьях в отношении Быстрюков дела обстояли лучше. Хотя они и не получали титулы родителей, но их редко лишали наследства. Один из самых известных бастард Алексей Бобринский, сын Екатерины II, например, получил хорошее образование и содержание. Таких детей у дворян на самом деле было много, но и у них отмечали зазорных. Фамилии внебрачным давали с усечением фамилии отца, с использованием анаграммы или по названию поместья. Тот же Бобринский получил свою фамилию от села Бобрики, больше известного как Спасское, епифанского уезда Тульской губернии. Только после революции внебрачные дети стали получать фамилии родителей. Кстати, если нам кажется фамилия неблагородной, смешной, то это может означать, что мы просто не знаем об ее происхождении. К примеру, такая фамилия как Вагин, в женском роде Вагина, происходит от названия притока реки Дунай, Ваг. Люди с фамилией Жерносеки в старые времена делали секли-жернова. Кретинины совсем не были кретинами, скорее они кротовы. Дело в том, что на юге России крет означает крот, хотя и это не очень благообразная фамилия, ведь кротами называли скупых людей. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.